Говорить о том, что проблема СПИДа не коснется нашего небольшого Котласа, ошибочно. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Архангельской области. При этом фиксируется рост ВИЧ-инфицированных. Котлас в этом списке находится на лидирующих позициях. За 9-10 месяцев этого года у нас выявлено уже 7 человек. 3 мужчины и 4 женщины. Но можно сказать, что в Котласе у нас преобладает половой путь передачи. То есть не через кровь, не через наркотики, а половой путь передачи. Сегодня в Котласе проживает 41 ВИЧ-инфицированный человек. Их диагноз был выявлен совершенно случайно при сдаче анализов. По статистике на одного выявленного больного приходится 10 невыявленных. Стало быть, в Котласе проживает не 41, а около 400 больных ВИЧ-инфекцией. Причем многие из них об этом диагнозе даже не знают. Первый случай ВИЧ-инфекции в Архангельской области зафиксирован в 1992 году. С тех пор количество ВИЧ-больных увеличивается в регионе с каждым годом. И сегодня составляет 1470 человек. Это количество выявленных больных. В реальности их в 10 раз больше. Противостоять распространению смертельной инфекции поможет только профилактика. Для этого необходимо знать, как передается ВИЧ-инфекция. Нет ничего проще и безопаснее и дешевле, чем профилактика. Еще раз могу напомнить, как же передается ВИЧ-инфекция. ВИЧ-инфекция передается через кровь. Она передается через половые контакты. И так называемый вертикальный путь передачи – это от матери к ребенку. Если мы вот эту ситуацию не остановим, то в 2075 году число ВИЧ-инфицированных сравняется к числу рожденных в миру людей. Наиболее пораженной группой населения являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет и женщины от 23 до 30 лет. Врачи-венерологи советуют в первую очередь вести разборчивую половую жизнь и чаще проходить обследование у специалистов. Задача для всего общества – не допустить распространения ВИЧ. Главный девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит так – я за, за профилактику ВИЧ. Сегодня те, кто готов вступиться, за, прикрепляют себе на грудь вот такую петельку из красной атласной ленточки. Это символ надежды, объединяющей людей в борьбе со СПИДом. Это символ солидарности с теми, кого СПИД коснулся лично. И чем больше таких красных ленточек, тем эффективнее наше противостояние в борьбе с ВИЧ-инфекцией.